Страхи по поводу Сирии потрясли фондовые биржи. Самуэл Портер. Бламберг, США. 12 апреля 2018 года. У фондовых бирж появилась в среду еще одна причина для опасений на фоне роста напряженности между Соединенными Штатами и Россией, что и заставило инвесторов искать надежные позиции, а также отодвинуло на второй план ослабление глобальной протекционистской риторики. Доллар стал двигаться вниз, когда трейдеры начали готовиться к публикации последних данных об инфляции в Соединенных Штатах. То, что началось в целом как осторожная торговля, быстро превратилось в бегство от рисков после публикации в Твиттере заявления президента Дональда Трампа о том, что Россия должна готовиться к ракетному удару США по Сирии из-за предполагаемой химической атаки. Американские фондовые фьючерсы и европейские акции упали, что свело на нет большую часть роста в течение предыдущего дня. Бегство в направлении более качественных активов вызвало скачок в цене на золото, государственные облигации и японскую иену. Акции развивающихся рынков упали вместе со своими валютами. Сырьевые товары сохранили хорошую поддержку, цена нефть марки УТИ выросла, а цена на алюминию стремилась к самым высоким отметкам с января нынешнего года. А еще раньше на фондовых биржах в Азии реакция была смешанной. Индексы в Китае и в Гонконге показали самый высокий рост после того, как глава Народного банка Китая Ганн представил больше деталей по поводу обещания об открытии второй по размеру экономики в мире. Это заявление было сделано на фоне дальнейшего ослабления напряженности в торговых отношениях с Соединенными Штатами, однако озабоченность по поводу протекционизма была отодвинутой в сторону связи с увеличением стресса вокруг Сирии. Трамп усилил подготовку к ответу США на использование в Сирии химического оружия, что лишь повысило напряженность в отношениях с Россией, которая утверждает, что такой атаки не было. Российская валюта опустилась на самый низкий уровень за последние 16 месяцев, а цена на местные долговые обязательства достигла самых высоких значений с ноября прошлого года. Стоимость страхования российских долларовых долгов от дефолта подскочила до самого высокого уровня с августа прошлого года. Рост цен в других областях может предоставить следующее по счету объяснение поведения процентных ставок в крупнейшей экономике мира. Рынки внимательно следят за инфляционным давлением, которое может увеличиться, и такой шаг может иметь последствия для всех активов, поскольку синхронизированный рост на фоне глобального бычьего ралли показывает признаки созревания. Вот перечень важнейших событий, ожидаемых на этой неделе. В среду должен быть опубликован индекс потребительских цен, а также отчеты о заседании комитета по операциям на открытом рынке Федрезерова. В пятницу должны быть опубликованы данные о прибыли за первый квартал компании Пмарганча-Самперсандча, а также Читиграуп Инч. Основные события на рынках. Фондовые рынки индекс стокс КСЕУРОПИ 600 индекс потерял 0,7% на 1553 по нью-йоркскому времени, и это самое значительное падение за более чем две недели. Фьючерсы в индексе S&P 500 упали на 0,9%. Фондовый индекс МЩИ Альчаун Труарлт Индекс опустился на 0,1%. Британский индекс ФЦИ 100 потерял 0,1%. Немецкий индекс ДАКС снизился на 0,9%. Это самое большое снижение за почти три недели. Индекс МЩИ Эмергинг Маркет снизился на 0,2%. Индекс МЩИ АСЯПОЧИ ФИЧ сократился менее чем на 0,05%. Валюты индекс Бламберг Доллар Спот Индекс сократился менее чем на 0,05% и оказался на самом низком уровне за последние две недели. Евро вырос на 0,2% до уровня 1,2377 по отношению к доллару, и это самый большой рост за последние две недели. Британский фунт снизился менее чем на 0,05% до отметки 1,417 по отношению к доллару. Японская иена выросла на 0,4% до уровня 106,82 иены за доллар. Облигация и доходность десятилетних облигаций сократилась на три базисных пункта и составила 2,77%. Это самый низкий уровень за период, превышающий две недели. Доходность десятилетних немецких облигаций снизилась на 2% пункта и составила 0,49%, что является самым низким показателем за три месяца. Британские десятилетние облигации потеряли три базисных пункта и оказались на уровне 1,374%. Это самое значительное падение по отношению к самому значительному снижению за две недели. Сырьевые товары цена нефть марки Уэст Тексас Интермедиати выросла на 1,1% и составила 66,21 долларов за баррель, это самый высокий показатель за последние почти три года. Цена на медь осталась без изменений – 3,14 доллара за фунт, это самый высокий показатель за четыре недели. Цена на золото выросла до отметки 1349,65 за унцию, что является самым значительным ростом за период свыше двух недель по отношению к самому большому росту за более чем неделю.